дорогие друзья я рада вас приветствовать и наша сегодняшняя тема семья она актуальна как никогда потому что большинство из нас сидят дома и мы много времени проводим в нашем семейном кругу и конечно каждому из нас хотелось бы более близких теплых отношений но как мы ну как их построить мы не всегда знаем и хорошо всегда учиться чему-то новому и те вещи которыми я хотела бы сегодня поделиться важны и для тех кто прожил уже много лет в браке и для тех кто только собирается в него вступить и начнем мы как всегда со слова божьего что библия говорит о семье во первых это место из самой первой книги библии бытие 218 и это место я думаю знают все это нехорошо быть человеку одному и в книге экклезиаста 4 глава с 9 стиха по 12 описывается более подробно почему не хорошо давайте прочитаем двоим лучше нежели одному потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их ибо если упадет один то другой поднимет товарища своего но горе тому но горе одному когда упадет а другого нет который поднял бы его также если лежат двое то тепло им а одному как согреться если станет преодолевать кто-либо одного то двое устоят против него и нитка втрое вскрученная не скоро порвется еще мне нравится одно место из книги второзакония 32 глава тридцатый стих как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму если бы заступник их не предал их и господь не отдал их мы видим здесь что один может прогнать тысячу а двое уже тьму то есть бесчисленное количество каких-то врагов и каких-то вещей которые восстают на нашу душу и мы видим что цель брака на цель брака цель семьи как и любых отношений это прогонять тьму служить господу поддерживать друг друга восполнять нужды друг друга и заметьте что в этом стихе из книги второзакония мы видим что если наш заступник наш господь не поможет нам не будет содействовать нашим трудам не будет созидать наш дом то мы не добьемся успеха получается что во всех отношениях и в семейных тоже победа приходит от господа но и у нас есть своя часть по построению наших отношений у нас есть свой большой и важный труд в этом и так что можно сказать о том как поддерживать друг друга я думаю что именно в семье мы можем восполнить самые глубинные потребности друг друга и самые важные нужды потом потому что отношения в семье это не секрет они наиболее близкие ну вот можно сказать а как же отношения людей которые живут вместе вне брака там тоже бывают очень страстные близкие отношения но у них есть на самом деле один важный минус в таких отношениях люди живут как бы в доме без фундамента им не хватает вот этой основы и что это за фундамент на духовном уровне это заключение завета с господом и друг с другом то есть вступая в брак мы вступаем заветные отношения в отношения посвящения в отношении которые в идеале должны длиться всю нашу жизнь да а на человеческом уровне вот это построение фундамента это принятие на себя обязательств и как вы знаете человеку нелегко держать свое слово держать свои обязательства потому что мы люди изменчивые у нас чувства меняются постоянно у нас какой-то настрой меняется настроение разное и события происходят разные в жизни и иногда очень трудно на протяжении всей жизни вот исполнять свое обещание быть вместе но если мы преданы господу если мы имеем с ним отношения и доверяем ему то он будет нашим заступником и поможет нам сохранить семью и плюс к тому я думаю что нам всем не неплохо бы овладевать некоторыми знаниями которые практическими знаниями которые помогут нам вот строить и правильные отношения и что мешает нам прежде всего строить вот эти отношения когда два человека вступают в брак они имеют каждый своей голове свои собственные картинки идеальной супружеской жизни ну в основном это родительский пример который каждый из них вынес из своей собственной семьи и вот этот вот пример родителей он бессознательно записывается в детстве и его очень трудно потом каким-то образом преодолеть а еще у нас у христиан есть учение о семье и мы подробно часто разбираем вот как правильно и как неправильно и мы христиане твердо знаем что вот это правильно а это неправильно например когда я вышла замуж это было уже достаточно давно 28 лет назад я с увлечением читала христианские книги о семье потому что мне хотелось знать вот как строить правильно семью как ее строить на таких правильных божьих принципов и конечно я почерпнул оттуда много хорошего но также я видела там какие-то вещи которых я не видела в своей жизни например очень часто авторы советовали что хорошо гулять каждый день со своим мужем или женой хорошо иметь задушевные разговоры и мне это очень нравилось потому что я сама очень люблю гулять но мой муж он и так любит такие прогулки на свежем воздухе он предпочитает как-то по-другому проводить время и всегда вот это было для меня диссонансом я думаю ну почему мы так редко гуляем значит у нас семья какая-то неправильная и только с течением многих лет я поняла что мы все разные и мы все индивидуальности и что бог дал нам такую чудесную возможность мы имеем массу вариантов как сделать свою а как сделать свою жизнь счастливой и как строить свою собственную уникальную семью поэтому не зацикливайтесь на деталях в этих учениях самое главное это иметь любовь между собой и уважение все остальное вы можете строить так как вам нравится ну это конечно не единственная не единственная трудность нашей семье но на самом деле картинки они очень мешают они мешают принимать нам действительность такой как она есть и заметьте всегда действительность она разойдется с вашими идеальными картинками и вы будете просто разочарованы потому что ну как бы ни складывалась ваша жизнь всегда будет чего-то не хватать или внимание или денег вот так все чтобы все было такого не бывает и вы от разочарования своего либо опустите руки скажите все это ошибка я не могу больше дальше строить эти отношения это неправильный человек с которым я живу либо вы просто примите все это как что-то естественно и нормальное и будете работать с тем что есть главное не опускать рук и продолжать работать продолжать работать каждый день и что-то все равно улучшится что-то все равно поменяется пусть медленно но потихоньку можно сдвинуть целую гору если у вас есть вера на это но горы сдвигаются обычно по маленьким камушкам поэтому просто вооружайтесь новыми знаниями и действуйте и не забывайте что победа всегда от господа и так трудности есть в любом браке в любом и если вы например знаете какую-то семью которая вам очень нравится где для вас просто идеал вот этих отношений таких нежных таких заботливых и вы все время думаете вот ведь есть такие семьи а у меня все не так то я вам скажу не тратьте время на на какую-то зависть на на то что вы будете как-то завидовать я вам скажу у всех абсолютно семей есть свои какие-то трудности просто они не говорят об этом вслух и этого никто не знает но они есть и любой любые муж и жена прожившие вместе хотя бы год они скажут что всегда есть какие-то вещи с которыми приходится как-то разбираться с которыми приходится в конце концов мириться и и с чем связаны на мой взгляд трудности в браке я думаю что у брака есть еще одна цель о которой мы еще не сказали это менять нас самих менять нашу эгоистическую природу и вот эти трудности они служат как бы удобрение той почвы на которой мы возрастаем в любви поэтому в конечном итоге как бы все это не было неприятно но мы должны быть благодарны что господь все устроил так что мы проходим определенную конфронтацию определенные трудности и библия часто говорит о сокрушенном сердце например в псалме 50 вы можете прочитать сокрушенном и смиренном сердце и о том что это лучшая жертва богу но мы часто не говорим так сокрушенное сердце мы говорим разбитое сердце это более современно более для нас понятно и если вы хотите духовного роста и также роста в отношениях то приготовьтесь к тому что ваше сердце будет разбито это больно и каждый знает что это больно и проще сбежать от любви только бы не страдать потому что именно любовь разбивает наше сердце если какой-то человек отвергнет нас такой человек который нам далек мы не заметим этого но если отвергнет нас или сделает что-то такое что нам что нам неприятно больно человек близкий нам тот которого мы любим больше всего наш муж или жена то это по-настоящему может разбить наше сердце и вот мы предпочитаем на самом деле всячески уклоняться от этого и можем даже сбежать от этого потому что конечно мы не любим страдать мы не любим терпеть эту боль но люди которые проходят через это люди которые не сдаются и продолжают строить отношения свои продолжают оставаться верными посвященными своему супругу я считаю это самые благородные герои на свете не те кто блистают на наших экранах или не те у кого там миллионы подписчиков в интернете но те кто трудятся и трудятся над своим браком всю свою жизнь потому что они обещали быть рядом с этим человеком и конечно ты когда обещаешь ты ведь не знаешь как все сложится а может быть он заболеет а может у него характер испортится может произойдут еще какие-то неприятные вещи но ты обещал быть верным этому человеку ты обещал отнести эти тяготы и вы знаете у таких людей которые все таки не сдаются у них будут прекрасные плоды в их жизни они пожнут то что сели и когда я говорю о том что нужно принимать все как есть нашей жизни я конечно не говорю о насилии потому что если цель брака это прогонять тьму то насильник он сам тьма и от такого человека нужно спасаться и все что я говорю еще скажу вам это касается здоровых отношениях тема насилия в браке это отдельная тема и так мы с вами определили цели семьи это прогонять тьму служить господу поддерживать друг друга восполнять нужды друг друга и также сами меняться и самим иметь рост духовный рост в любви и быть цветом этому миру а сейчас я хочу перейти к тем принципам которые помогают нам построить вот эту счастливую и прочную семью и для того чтобы сказать об этих принципов сразу скажу такую вещь что это лично я думаю о том что эти принципы самые важные для вас может быть есть какие-то другие более важные принципы потому что их конечно огромное количество вот как нас бесконечное количество индивидуальности так и вот этих принципов как раз очень много я о том и говорю чтобы вы не зацикливались на каких-то вещах которые вам не свойственные вывод расстраиваетесь почему у нас не так а именно искали какие-то свои пути подходили более гибко более творческие к этому вопросу вот для меня эти самые важные принципы они такие во первых не ждать слишком многого от тех отношений в браке не ждать что кто-то сделает вас счастливыми мне кажется что счастливым вас может сделать только один человек вы сами нельзя ответственность за свое счастье возлагать на мужа или на жену потому что это будет сразу очень сильным напряжением в отношениях поэтому если вы будете реалистично смотреть на вещи и снизите свои ожидания это только поможет вам это только поможет вам идти вперед и без лишнего какой-то груза разочарования и и второе это искусство совместного развития то есть когда люди вместе растут вместе развиваются и никто никого не должен тянуть куда-то и никто никого если кто-то обогнал кого-то на в своем росте то второй должен не злиться на него за это не пытаться его стянуть обратно но попытаться сам догнать его дорасти до этого уровня и тогда им будет между собой интересно общаться всю жизнь тогда будет интересно проводить вместе время и вообще это будет хороший душевный контакт не пренебрегайте этим принципом потому что когда например один читает какие-то хорошие книги а второй все время смотрит сериалы через некоторое время это будет такой дисбаланс что вы будете чувствовать себя дискомфортно друг с другом и как следствие будете отдаляться друг от друга и третий принцип это то что мужчины должны быть мужественными а женщины должны быть женственными звучит очень просто но на самом деле добиться этого особенно в нашем современном обществе не так уж легко и вот об этом я хочу поговорить сейчас поподробнее как вы знаете в нашем в нашей личности есть уникальный набор и мужских и женских качеств да то есть как бы у женщин конечно больше женских гормонов которые обуславливают нашу женское поведение у мужчин больше мужских гормонов но и у тех и других есть и женские гормоны и мужские то есть каждая личность обладает уникальным набором мужских и женских качеств и одна из задач наших это открыть в себе вот этот баланс какой именно для нас баланс хорош какой именно для нас баланс является здоровым и вот что я открыла для себя не так давно такие важные вещи что во многом вот этот гормональный баланс зависит от нашего поведения ну я думала что это что это никак от нашего поведения не зависит я думала что есть природное количество гормонов есть какое-то физическое состояние организма это конечно все правильно но также точно мы мы можем непосредственно сами без всяких лекарств влиять на количество наших гормонов потому что мозг наш пластичен и когда мы занимаемся какой-то деятельностью каждый день то структуры мозга они а вот так вот строятся определенным образом если мы например меняем нашу деятельность структуры мозга перестраиваются и соответственно вырабатываются другие гормоны вырабатывается другое их сочетание особенно сложно это все происходит в женском организме и вот сейчас в наше время общество толкает женщин я думаю ну хотя бы подталкивает женщин к тому чтобы она развивала свою мужскую сторону то есть женщина должна не только играть в семье на какую-то роль она должна еще быть успешно в делах она должна много зарабатывать и быть такой компетентной во всем то есть не отставать в этом от мужчины и в результате женщины конечно очень способные они все это делают но часто чувствуют усталость подавленность стресс не могут расслабиться не могут просто порадоваться жизни и конечно отношения от этого страдают очень сильно да и в том числе интимные отношения в браке страдают от этого потому что когда вы усталшие когда вы перенапряженные вам уже не до интимной жизни я называю это состояние безресурсное состояние то есть вот мужчина он может выложиться на работе прийти домой и ну как-то ожидать что его окружат любовью теплом лаской и что он может там отдохнуть у женщины дома вы знаете больше задач она должна вот как раз обеспечить вот эту атмосферу где всем и мужу и детям было бы хорошо было бы хорошо отдыхать было бы приятно находиться в доме женщина она не зря названа хранительницей домашнего очага и этого никто не отменял до сих пор да кроме того у нее есть еще работа по дому и в итоге получается что женщина просто не не тянет такой груз она тоже машет рукой на все эти домашние дела на всю эту там сентиментальные чувства на нежность и просто приходит с работы и тоже бывает либо работает дальше за компьютером либо замыкается в себе и пытается хоть как-то отдохнуть хоть как-то преодолеть этот стресс а стресс на самом деле есть большой стресс потому что когда женщина занимается мужскими делами на на работе этом она решает на мужские задачи у нее повышается уровень тестостерона и для женщины это стресс если для мужчины это хорошо поэтому для него не страшно много работать он может просто этим самым пополнять свой запас тестостерона то у женщины это устроено все так что ей нужно обязательно снизить потом тестостерон даже когда он возникает у нее повышается во время рабочего дня она приходит домой она должна его снизить но для того чтобы еще хоть чем-то заниматься вот вечером после работы женщине нужно не так много работать я просто убеждена что женщина не должна слишком много работать потому что она исчерпает весь свой ресурс и от этого прежде всего будет страдать семья у мужчин тоже есть конечно свой стресс потому что вы сами видите какая непростая сейчас жизнь какая непростая сейчас вообще ситуация я не говорю даже о последних событиях но и до этого да нам хватает стрессов постоянных и мужчина приходя домой он тоже вот должен сбрасывать свой стресс он должен вот он должен находить отдых и покой в семье и что важно для мужчины что я хочу чтобы вы не забывали что что должен делать мужчина что ему хочется всегда сделать но он не всегда может вот приходя с работы домой он должен не на некоторое время уединиться вот в этом вот уединение когда мужчина молчит обдумывает какую-то проблему или просто читает новости или просто что-то делает такое для себя в это время у него повышается запас тестостерона и он преодолевает этот стресс женщины же часто они не хотят ждать когда мужчина как-то успокоиться придет в себя сам сам наедине с собой ей тоже хочется какое-то внимание и хочется все рассказать и она сразу же начинает вываливать ему на голову свои чувства часто это негатив и получается то что получается вы знаете что часто люди ссорятся вот уже на этом этапе и дальше им не удается найти какой-то близкий контакт женщина же приходя с работы она должна вернуться на свою женскую сторону то есть она должна о ком-то позаботиться она должна быть с кем-то ласковой она должна какие-то дела по дому сделать не так что со злостью из последних сил но они должны доставить и радость просто наполнить ее новыми силами радость что она просто заботиться о своих близких но еще раз повторюсь что это возможно только при условии при условии что какие-то силы еще остались поэтому не тратьте дорогие женщины все силы на работе ваша семья нуждается в вас не меньше чем чем те кто нуждаются вас на работе на работе много работников а у своей семьи вы одна и у мужа и у детей и еще что для женщины важно это научиться делиться своими чувствами делиться своими чувствами рассказывая мужу о том что было с ней в этот день о том что она чувствовала но желательно без упреков ему самому иначе он уйдет в оборону и вы снова никакого контакта с ним не найдете и и вот как раз сейчас когда мы сидим в изоляции да мы сидим дома в нашем распоряжении много свободного времени и это с этой стороны это прекрасно потому что мы можем наконец-то уделить внимание самим себе своим чувствам своим потребностям мы можем оценить вот насколько мы женщины далеко зашли на мужскую сторону а может быть мужчины зашли где-то на женскую сторону да и насколько это плохо на нас влияет насколько высок наш стресс мы можем наконец-то отдохнуть и взглянуть по-новому на своих близких мы можем больше времени больше внимания уделить и своим мужьям и своим детям и своим интимным отношением что тоже очень важно но я еще раз напомню что женщинам им постоянно хочется испытывать чувство близости при и привязанности а мужчины же испытывают их циклически то есть периодически им надо отдаляться и чувствовать свою независимость быть наедине с собой это очень важно для мужчины это поднимает у них тестостерон и поэтому когда мужчина отдалился замкнулся в себе женщины не впадайте в панику это все нормально и он выйдет оттуда потом полной любви у него чувства наоборот поднимутся если вы будете спокойно к этому относиться он будет вам очень благодарен и мужчины проявляя свои мужские качества зачем вообще все это надо да почему это так важно именно во взаимоотношениях ну какая разница там мужчина мужественный или нет а женщина женственно или нет может этот не так важно вот посмотрите мужчина проявляя свои мужские качества поощряет женщину проявлять свои женские качества и это пробуждает в женщинах романтику вот именно таких мужчин таких мужественных которые проявляют романтику в самих женщина женщины называют настоящие мужчины не те у кого гора мускула а те кто просто своим поведением например они могут просто выслушать женщину спокойно они такие уверены в себе они вот вот таких вот мужчины называют настоящими мужчинами но также и женщина проявляя свою женскую сторону помогает мужчине проявить свою мужскую и это возбуждает в нем к ней стойкий интерес вот многие спрашивают а как надолго удержать страсть в браке как вообще столько лет сохранять друг другу влечение и вот это как раз ответ на этот вопрос противоположности притягиваются и если вы представляете собой ярко выраженную женскую сторону а мужчина представляет собой ярко выраженную мужскую вас будет тянуть друг другу независимо от того сколько лет вы прожили но видите мы должны на самом деле заботиться о том чтобы нам оставаться женственными нежными а мужчинам оставаться мужественными почему почему то так получается что женщина заходит на мужскую сторону вот этой независимости такой жесткости решать проблемы и хочется и она не может уже оттуда выйти и все это сразу же отражается на отношениях то есть мы мы должны друг другу вот без своего мужа ты не сможешь проявить в полной мере свою женственность опять без своей жены ты не сможешь проявить свою мужественность и как будто люди знаете даже в любовных отношениях они хотят прежде всего раскрыться самим помните был такой советский фильм в моей смерти прошу винить клавука это старый фильм еще нашей юности и там эта клава девочка любви которой добивались два мальчика она наконец выбирает одного и аргументирует это так говорит второму вот ты всегда мне дарил себя а он подарил мне мне то есть ты всегда мне дарил тебя а он подарил мне себя ну смысл такой смысл такой что этот мальчик которого она она выбрала раскрыл в ней ее саму раскрыл в ее женскую природу который она раньше не знала и поэтому в наших руках есть видеть такой великий инструмент мы можем раскрыть своему партнеру своему мужу или жене его самого то есть поймите что без вас он не может так вообще познать даже эту сторону своей натуры но именно вы можете его помочь и теперь вот интересный момент а как вот это сделать практически как например женщине поддержать мужчину раскрыть в нем мужские качества как мужчине как поддержать женщину я хочу сейчас прочитать вам некоторые две таблички и не знаю может вы даже запишите кое-что потому что это очень важные такие практические вещи они могут реально помочь потому что есть такое заблуждение как говорит экклезиаст есть и такая суета под солнцем да видел я такую суету что каждый хочет поддерживать друг друга так как ему самому нужно мужчины исходя из своей натуры мужской поддерживают женщин не понимая особенности их натуры а женщины наоборот мужчин поддерживают исходя из того чтобы они сами хотели да как есть такой анекдот дорогой что тебе подарить не знаю что все у тебя уже есть что мне нужно то есть женщина она хочет то чего бы хотела подарить ему тоже чего бы она хотела сама иметь и вот так же обстоит дело и с нашей поддержкой поэтому давайте посмотрим на некоторые качества мужской натуры и посмотрим как конкретно мы можем поддержать нашего мужа нашего мужчину и так первое качество мужской натуры независимость вы можете прямо отмечать себе потому что здесь их 10 10 качества мужчин и 10 качеству женщин я не думаю что вы сможете все сразу запомнить поэтому просто запишите себе хотя бы качество и потом сами то будет вам такое небольшое домашнее задание а на самом деле это большой труд до чтобы как-то осознать потребности другого осознать вот что ему нужно то не что тебе самой нужно или самому а что нужно тому с кем ты живешь под одной крыши и так независимость и что мужчине нужно чтобы ему не давали непрошенных советов если вы не будете давать ему непрошенных советов он будет больше проявлять вот это мужское качество независимости второе это беспристрастность то о чем я уже говорила давать ему уединяться в уединении он может отстраниться от своих эмоций побыть сам с собой и как-то услышать свой внутренний голос это поможет ему принимать правильные решения и служить вам лучшей поддержкой третье это решение задач мужчине нужно решать много важных задач и не важных напоминать ему что женщине надо выговориться не предлагать решений а просто слушать то есть мужчина он любит решать задачи и когда женщина приходит к нему со своими проблемами он готов сразу выдать ей готовое решение а женщине нужно чтобы ее просто выслушали и посочувствовали и четвертое это стойкость и для мужчины очень важно чтобы вы как женщина восхищались его трудолюбием и жертвенностью дальше 5 конкуренция вы знаете сами как мужчины они любят во всем конкурировать это нормальное качество их мужской натуры нужно ци и женщине нужно ценить его старания даже когда он терпит неудачу и подчеркивать всегда его успехи и это очень поддержит мужчину на самом деле и аналитический ум 6 аналитический ум отпускать одобрительные замечания в разговоре вот когда вы разговариваете с мужчиной то не нужно как-то знаете насмехаться над его суждениями или как-то какие-то отпускать шпильки да по этому поводу женщины вот часто любят отпускать шпильки а вот нужно отпускать одобрительные замечания а его уме именно то есть там а ты прав хорошая мысль а знаешь это это прекрасная идея и мужчина сразу воспрянет он поймет что вы оценили его ум для него это очень важно и седьмое качество это могущество и что может сделать женщину чтобы мужчина почувствовал себя таким могучим это просить его помощи часто женщины как-то стесняются это делать или им кажется что он сам должен догадаться но мужчина любит когда его просят помощи и он чувствует что он герой для своей женщины для каждого абсолютно мужчины это самое важное быть героем для своей женщины и восьмое это напористость давать ему возможность говорить о своих мечтах чем-то гордиться ни в коем случае не срывать с него розовые очки вот это мне очень нравится такая рекомендация потому что часто мы женщины смотрим вот мужчина куда-то понесло его в какие-то нереалистичные уже дали но пусть он будет там пусть он помечтает потому что для того чтобы достичь своей цели он должен обладать такой напористостью и целеустремленностью вы должны его в этом поддерживать тем что просто слушайте восхищенно или просто сочувственно когда он говорит о своих планах о своих своих достижениях девятое это компетентность и он очень хочет мужчина чтобы вот ценили за мелочи которые он для вас делает найти есть такие женщины которые чтобы им не сделай им все мало они всем недовольны и тогда что происходит если вот женщина так себя ведет мужчина просто перестает стараться то есть он какое-то время старается и он хочет только одного благодарности вот за свои старания да он хочет чтобы женщина ну просто ценила это выражала это благодарила его иначе вы получите холодного отчужденного равнодушного мужчину но не совсем он в этом виноват да ваша реакция тоже виновата в этом и просто отследите часто еще реакция наша бывает такая автоматическая мы не очень задумываемся как мы реагируем а просто реагируем привычно может потому что наша мама так всегда отвечала нашему папе да вот она всегда была недовольна и вы также себя ведете так вот посмотрите как вы реагируете на те приятные мелочи на те может какие-то небольшие подарки или на его желание как-то провести с вами время или на его предложение куда-то съездить вот или на то что он позаботился о доме позаботился о детях кстати еще один важный момент скажу вам что для гормонального баланса мужчины вредно перегружать его кучей домашних мелких дел вот рутинные обязанности да а все мы знаем что в доме много рутинных обязанностей они заводят мужчину на женскую сторону и повышают у него уровень эстрогена и он при этом он конечно может чем-то помочь он может делать это достаточно долго но он будет чувствовать от этого стресс а наша задача вот именно от в отношениях снизить этот стресс снизить стресс и внутренний и внешний и чем лучше вы это делаете тем счастливее ваши отношения поэтому выполняйте больше сами вот такой рутинной домашней работы и привлекайте к этому детей а мужчине больше оставьте такие задачи как например чинить поломки разбираться в каких-то форс-мажорных обстоятельствах покупать какие-то вещи домой ну то есть планировать отпуска то есть что-то делать такое в чем они могут проявить себя вот в этих вот решениях и в чем они могут почувствовать свою нужность и важность и последнее качество мужчины это уверенность в себе уверенность в себе женщина должна принимать его как есть без жалоб и осуждения это очень важно для мужчины наверное это одно из самых важных до его качеств уверенность в себе уверенность в себе больше всего можно повысить когда мужчина знает что его жена счастлива с ним вот когда он уверен что он может свою жену сделать счастливым когда он просто когда он просто знает что он умеет это что он знает способы как это сделать тогда его уверенность в себе она очень сильно повышается и заметьте что он может тогда и достичь большего успеха его взаимоотношения и в делах то есть если вы хотите успешного мужчину если вы хотите такого настоящего мужчину рядом с собой то всячески давайте ему понять как вы с ним счастливы всячески подчеркивайте это и находите каждый день как сказать ему об этом словами или делами это будет как раз поддерживать его в его мужских качествах и теперь давайте я еще раз прочитаю все качества мужчины если вы не успели записать то вы можете еще все таки себе отметить и поразмышлять потом над этим независимость беспристрастность решение задач стойкость конкуренция аналитический ум могущество напористость компетентность и уверенность в себе и желаю вам успеха чтобы вы могли все эти качества в нем поддержать теперь перейдем женский к женским качествам и я верю что среди моих слушателей сейчас есть и мужчины им тоже поможет эта информация первое женское качество это взаимозависимость что может сделать мужчина чтобы раскрыть в ней эти качества поддержать ее и он должен объять обнимать ее и быть нежным то есть женщине нужны объятия и нежность в отношениях я не говорю только про сексуальные объятия да но и про про просто об объятия и прикосновения такой нежности и тепла и второе это эмоциональность женщине нужно чтобы ее слушали иначе ей некуда некуда ей эту эмоциональность она не может ее по-другому раскрытие нужно выговариваться третье качество это заботливость у женщины должны быть время и силы чтобы заботиться о ближних да это то о чем я уже говорила чтобы мы не перерабатывали не отдавали все свои силы работе если мы видим что работа забирает нас целиком что мы уже не можем даже расслабиться по вечерам по выходным с нашими близкими это тревожный симптом мы должны предпринять какие-то меры с нашей работой то есть если мы хотим здоровую семью мы должны обеспечить себя ресурсом чтобы проявлять свою за женскую заботливость четвертое это беззащитность вот женщина должна быть беззащитный и это опять же как-то не в тренде до нашего времени потому что как-то сейчас больше ценится такая самодостаточность такая независимость и женщины с удовольствием эти качества воспитывают в себе но для женской природы лучше чтобы вы чувствовали беззащитность и когда к женщине относятся с уважением когда относятся с уважением к ее чувствам она чувствует свою защищенность вот это беззащитность она находит свое выражение до семье именно в семье именно муж дает ей чувство защищенности и это очень укрепляет отношения и пятое это сотрудничество женщине нужно чтобы уважали ее желания и потребности то есть если мужчина больше склонен к независимости то женщина нуждается в сотрудничестве а для этого да ей нужно чтобы ее понимали и знали что ей нужно шестое это интуиция очень важное женское качество и когда ценят женскую интуицию то это также помогает женщине раскрыться и ощутить себя в полной мере счастливой седьмой это любовь любовь это наверно женская цель это наша женское все как говорится потому что если мужчина больше нацелен на успех то женщина на конечно нацелена на любовь я имею ввиду та женщина у которой все нормально с гормональным балансом и которая сумела раскрыть себе женские качества и что нужно чтобы поддержать женщину вот в этом женском качестве знать что ее а женщина должна знать что ее потребности известны партнеру и занимают приоритетное место вот тогда ей легко выражать свою любовь дарить ему свою любовь и выигрывают от этого опять же оба восьмое это чуткость чтобы мужчина был заботливым это конечно мечта каждой женщины и это помогает в ней раскрыть такое качество как чуткость девятая искренность женщине нужно чтобы мужчина не жаловался не осуждал ее не обвинял а старался прощать ее ошибки и понимал что она всегда старается для него быть самой лучшей женой самой лучшей партнершей 50 это доверие чтобы мужчина был к ней внимателен и проводил вместе время с ней не пренебрегал этим не старался свести к минимуму то что да то что они проводят вместе вот хорошая весть в том что мужчины мы мы сами можем мы сами можем да повысить у себя и раскрыть вот эти качества женские то есть до этого я говорила что ну что именно партнер помогает в полной мере раскрыть до наши женские и мужские качества и тем не менее мы сами тоже можем что-то сделать в этом плане то есть если например ты сейчас возьмешь вот этот список давайте я еще раз прочитаю женские качества взаимозависимость эмоциональность заботливость беззащитность сотрудничество интуиция любовь чуткость искренность доверие если вы сейчас возьмете вот этот список и побежите к своему мужу и скажите как же так ты не делаешь вот это и вот это ты вот тут так меня не поддерживаешь и тут так не не поддерживаешь устроить разборки да это ни к чему хорошему не приведет потому что упреки они только все испортят мужчина уйдет в глухую оборону вы с ним вообще никакого контакта не найдете вот но в принципе мы сами можем уделить женщины дорогие и мужчины мы можем сами уделить внимание своим женским качеством или своим мужским то есть вот глядя на этот список изучая его думая об этом мы думаем а где я могу проявить больше например ту же любовь ту же заботу да и проявляя это уделяя больше внимания вот этим качеством кому какие больше нравится мы в нашем женском организме можем повысить окситоцин и эстроген а мужчины в своем мужском организме могут повысить тестостерон а значит стать счастливее и спокойнее и снизить свой стресс и так главные условия хорошего контакта между супругами а также между родителями и детьми а я думаю что это и есть наша цель хороший контакт на самом деле все хотят вот установить такой контакт чтобы даже трудности и не могли его испортить чтобы даже какие-то внешние да вот плохие вещи не могли вторгнуться и разрушить вашу вот эту ваш семейный контакт трудности ведь всегда будут так вот главное условие такого контакта это понимать и удовлетворять потребности друг друга отнеситесь к этому серьезно да и для женщин главное вот суммируя все что я сейчас рассказала все эти таблицы для женщин главное чтобы и их выслушали а для мужчин главное чтобы их оценили подумайте об этом и действуйте это вам такие конкретные инструменты с помощью которых вы можете существенно улучшить ваши взаимоотношения и недавно мы смотрели один фильм документальный а андрей о нашем советском режиссере гениально мечтаю андрей тарковском мне понравилась мысль которую он высказал там я вам сейчас прочитаю цитату в мире существует единственный принцип отношений служить вот это сказал андрей тарковский и я хочу также сейчас открыть одно место из писания это второе коринфянам мы уже подходим к концу нашего урока да вот посмотрите 3 глава 3 стих 2 коринфянам 3 глава 3 стих вы показываете собою что вы письмо христова через служение наше написанное не чернилами но духом бога живого не на скрижалях каменных но на плотиных скрижалях сердца и так то что мы имеем любовь то что мы имеем любовь божью любовь человеческую мы лучше всего выражаем нашим служением есть служение есть отношения нет служения нет отношений на и в русском языке есть два слова служба и нет служения так вот служба это больше как бы ты что-то делаешь ведь да когда ты служишь когда ты именно служишь по службе ты это делаешь за вознаграждение и по обязанности тебя даже есть какая-то должностная инструкция у тебя есть служебные обязанности но когда ты служишь вот не как на службе а как на служении эти глагол один существительные разные то ты это делаешь исходя из любви и именно служение и богу и людям нужно делать исходя из любви только такое служение имеет ценность только такое служение радует и бога и людей правда и как мы можем служить самыми разными способами служение в семье да это и практические дела это и уборка и приготовление пищи и разные там дело не с детьми уроков для мужчины это может быть ремонт и какие-то ношение тяжести и разные другие практические дела но не только этим мы можем служить друг другу не менее важно служить также именно в отношениях это прощать ошибки и если мы видим что сами ошибаемся да если наши действия не не приносят желая желаемого результата мы можем изменять свое поведение и мы можем со страданием относиться к недостаткам нашего партнера просто принимать это как должное не позволять этим недостаткам влиять на наши чувства к ним к нему к партнеру и раз за разом открывать свое сердце хочу вас ободрить даже если что-то не получается даже если где-то трудно и вы например снова поссорились хотя не хотели хотя давали себе обещания больше так не делать но не уходите вот вот в глухую оборону не уходите такую в одиночество там где вы скажете тут хотя бы и одиноко но зато не так больно нет найдите в себе снова смелость попросите у бога смелость снова открыть свое сердце как вот мы перед богом открываем свое сердце так открывайте его день за днем перед своим ближним перед мужем или женой и да благословит вас бог и даст вам терпение и утешение каждом дне а также прекрасные плоды прекрасные плоды любви и радости в вашей семейной жизни успехов вам дорогие а